Вот программа автостопа-то, Стёп! Я просто много катаюсь везде и всюду. Хожу, 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 хожу. Говорю, ну давайте покажем, как вы работаете. Все говорят, да мы такие крутые. Это одни говорят. Я говорю, ну хорошо, а что народу-то нет? Вопрос номер два, говорят. А у нас и так все шикарно. Я также задаю вопрос, говорю, а где народ-то? То есть ничего хорошего у вас не существует. По одной простой причине, к вам приходят люди, которые по сути ничего и не умеют. То есть работали не на комбинате, научились гайки крутить, а потом к вам. То есть вот это называется ваша проблема. Не наша проблема. Поэтому, ребятки, прежде чем куда-то отдавать свою машину, подумайте об этих вещах. То же самое, я везде и всюду катаюсь. Автомоек в городе много, кто работает со мной. Не так много людей, потому что здесь работают. Я даже здесь оставил свою машину, и мне двигатель помыли, и оказалось, что я был неправ. Я прошу прощения, такое случается, да? Потому что было все шикарно. Где я все это делаю? Естественно, автомоечный комплекс «Авангард», который располагается на улице Галиулина 1. Доехать, ну вот, как бы сказать, это не улица Советская, это улица Галиулина. Улица Советская идет сбоку. И пересечение вместе с улицей Столиваров. Вот сюда выезжаете вверх, и вот он сразу ваш комплекс «Авангард». Но сегодня мы не будем мыть машины. Потому что этот сюжет я все-таки предлагаю вам продемонстрировать в моем замечательном программе «Автостоп». Потому что, когда машина будет мыться, гораздо проще подняться на второй этаж и вкусить то, что вы бы хотели увидеть. А теперь, что я буду вкушать? Я сегодня не буду говорить о том, что мне приготовят там шашлыки и все остальное. Не хочу. По одной простой причине, ну, во-первых, шашлыки я готовлю гораздо круче, чем кто-либо. И все это понимаете, вы можете залезть в YouTube, посмотреть, как я это дело готовлю. Вот. Другой вариант. Я просто сегодня хочу поесть настоящий сыр с настоящим грузинским хлебом. Вы пробовали нормальный сыр? Я не думаю, что вы где-то смогли бы это сделать по одной простой причине. Каков сыр там? А мы покажем вам настоящий магнитогорский сыр. Насколько он здесь вкусен. А давайте понимать, что за любую работу надо платить. Проще, конечно, когда в вашей мойке наркоманы. Но они тоже хотят есть. А если в вашей мойке классные специалисты, которые и машину отполируют, и блеск дадут, то поймите, в такую мойку не зарастет народная тропа. И в авангард тоже. Все остальное в плотных рядах с умением платить 500 долларов в автостоп. Не умеете? Другого качественного автомобильного журнала-то и нет. Теперь вариант. Мы могли бы вам и это показать. Но авангард это комплекс. И меня более интересует ресторан. По одной шикарной причине. Здесь вам дают грузинский хлеб. И здесь вам дают настоящий грамотный сыр. И вообще, господа присяжные заседатели. Было то время, когда в городе сетевиков-то и не было. Ситуация была 35 лет назад. Мы сами питались и кормили других. Так вот, давайте мы сейчас продемонстрируем то, что мы будем кушать. И все это делается вот здесь вот. Во-первых, грузинский хлеб. Я вам только что показывал, как это делается. Вот такой настоящий грузинский хлеб. Вы его берете и понимаете, о чем речь идет. Он правильно делается. Кушается обалденительно. Ну, грузинский хлеб для вас. С помидорами. С оливками. Остальное возьму руками. Очень вкусно. Вот так надо есть настоящий хлеб. Ну, а на концовке мне дали редиски. Какая страшно, что доктор пропитал. Ну, я бы не пришел сюда. Ну, и попробую бы замечательный грузинский хлеб без сыра. Вот помните. Килограмм сыра здесь стоит 350 рублей. Я не знаю, какой сыр вы кушаете. Поверьте мне. Вот. Если бы мне нужен был сыр, я бы еще подумал. А сколько из вас людей приглашают туда, где сыр делается? Ну, подумайте сами, да? В свое-то время была ситуация, когда мы вам показывали этот сыр. Это дело было в 86-м году. 90-м. Я даже не помню, когда дело-то было. Вот. У нас делался сыр. Сегодня сейчас все разварилось. Представляете, да? Сегодня и сейчас настоящий сыр делается только здесь. Вот. Вот так он выдается к вам. Для того, чтобы его приготовить, вам необходимо для килограмма такого сыра 7-8 литров хорошего качественного молока. То есть здесь 3 килограмма. Вот. И цена вопроса. Вот. То есть мы делим все это дело на троих, да? Вот и получается. Вот. Можно ли съесть более килограмма? Не знаю. Но зато, если вы берете килограмм сыра, который вы можете купить здесь, по автоматическому корпусу Алексей Авангард, а он и есть представитель того, где вам этот сыр продается, то понять-то надо. На килограмм сыра, вот сейчас продемонстрирую, я не буду так, я немножечко покажу, насколько это вкуснятка. То есть смотрите, как это все красиво делается. Вот так вот. Аккуратненько. Вот так вот. Не спеша. Вы даже не представляете, насколько это вкусно. Теперь мы плавненько снизу вот так подставим ее. Это просто... Мне говорят слово супер, но я и буду говорить. Вот так вот кладем. Сейчас. Вот. А теперь... А теперь я просто попрошу камеру, чтобы она в другое место перешла. Вы поверите, насколько это вкусно. Я вам это дело продемонстрирую. То есть вот тут добавляем. Ммм. А теперь... Это будет потом. Вот так вот берем сыр и начинаем есть. Хе-хе-хе. Да и не просто так вот здесь надо, а вот так вот. Ммм. Хотя это у меня получается. Вообще, знаешь, люди скажут, Леш, ну ты никогда сыр же не ел. Потому что не знал, что он бывает именно такой. Это не просто вкуснятина, это обалденительная штука, поверьте мне. И была бы моя вора, я бы взял бы. И супруги в том числе. Ммм. Ммм. Да не просто, просто. Если бы у всех был такой сыр. Но люди покупают. Понимаете? Люди покупают. Хотя я еще раз объясню. Российский сыр, он гораздо вкуснее. А сыр сделанный качественно, он вкуснее еще раз. Так вот, хозяин, он готов это делать для вас. И цена-то, цена в разы дешевле, чем все остальное. Тебе я покажу. Вот. Видите? Почему здесь дырочки? А это дырочка. Я даже знаю, что это такое. А сейчас покажу внутри. Берем ножик. Обрезаем. Вот так. Вот так режем. Как вы прекрасно понимаете, с этим делом я поделюсь с своей супругой. Вы уже меня извините. Хо-хо-хо-хо. Не просто. Она пробовала. А теперь показываем вам вот такой сыр. Вот. Вот этот сыр делается в Магнитогорске. И когда мне говорят, что Магнитогорск, это не есть правило, я скажу. Ну, во-первых, Магнитогорск мне очень нравится. По одной простой причине. Только в городе Магнитогорске мне в реальности помогают. Вот. Вы как раз понимаете, о чем речь идет. Только в городе Магнитогорске я могу существовать на небольшую сумму, которой мне, в принципе, хватает, чтобы доехать. По сути, мне больше денег не надо. И только в городе Магнитогорске только в городе Магнитогорске все готовится. И делается это исключительно для вас. Поэтому прежде, чем варить отсюда, подумайте, куда вы поедете. Будет ли у вас все так хорошо, как это делается здесь. Сомневаюсь я в этом. И теперь вопрос. Как грамотно питаться? Как я, например. В магазине только кумыс, соль, сахар, уксус и лимон. Все остальное делаю сам. А теперь посмотрите, сколько вы в магазине тратите. То есть в купе с ипотекой и кредитом на машину и еще 20-30 тысяч рублей вы вообще кушаете правильно, а? А в рестораны вы ходите? Ну, не часто, но я хожу. Теперь, чтобы вы поняли суть событий. Не кредитами жить вы должны. Не кредитами. И, кстати, я вам рассказал, что вы едите. Но расскажу правило. 65% населения рухнет с онкологией. Нужно это вам? Думайте сами. Не нужно? Кушайте свои замечательные и правильные продукты. Такого сыра вы пока еще нигде не купите. Но за таким сыром можно приехать сюда в автомойчный комплекс Авангард. Дело не просто в этом самом комплексе. Авангард это первый этаж. И, кстати, очень хорошо. Он работает круглые сутки. Здесь вам делают все то, что делается в других местах, но не по цене там заоблачно, а за вполне небольшие деньги. То есть вашу машину могут вырезать до идеального состояния. Так же, как и у брат везде и всюду. А вот на втором этаже здесь находится тот замечательный ресторан. Так в этом замечательном ресторане я и покушал тот замечательный хлеб, грузинский хлеб, замечательный сыр, который делается в городе Магнитогорске. Поэтому, прежде чем что-то другое попробовать, зайдите сюда, попробуйте. Поймите, насколько вкусен сыр.